Добрый день! Кто не смотрел другие части, советую ознакомиться со всеми, так как у вас получится полная историческая картина. Не будем задерживаться в путь. Начнем с того, что Двуглаворел никогда не был официальным гербом Византии. Строго говоря, такого понятия на протяжении большей части существования империи и не существовало вовсе, поскольку европейская геральдическая система в Византии распространения не имела. А теперь самое главное. Как и когда у византийских императоров появился Двуглаворел? И об этом мало кто знает. Принято считать, что Двуглаворел принадлежит только византийскому роду палеолог. Но это не так. Первое упоминание о византийском Двуглавом Орле приходится на начало XII века. Сын византийского императора Алексея I Комнина, Ирины Дукины, Исаак Комнин, в 1122 году попытался захватить власть Византии, когда законный император был в походе. Переворот не удался, и заговорщику пришлось покинуть Византию вместе с сыном Иоанном. Их с радостью приняли в Канейском султанате, где они попытались создать коалицию против Басилевса. Справка. Канейский султанат – это и есть сульджукский султанат, бывшее хетское государство. Именно хетское государство, а впоследствии суджульское государство, и является родиной двуглавого сокола. Именно на родине сульджуков, бывших хеттов, Исаак Комнин и услышал интересную легенду о гигантской двуглавой птице, которая могла спокойно унести в своих когтях целого быка. Эта птица для сульджуков означала власть и заступничество. История двуглавой птицы столь понравилась византийскому беглецу, что он после возвращения и ввел ее в атрибутику Византии. Но вместо сокола решил использовать орла. Так двуглавый орел и появился в атрибутике многих царских фамилий, особенно рода палеолог. К тому же старший сын Исаака Иоанн остался жить в Малой Азии и женился на дочери сульджуковского султана Калыч Арслана II. А второй сын Исаака Андроник I Комнин стал последним византийским императором из рода Комнины. Так двуглавая птица из рода Комнинов распространилась по всем родственным родам Византии, которые вскоре все смешались династическими браками. Еще один интересный момент. По основной версии, женой Исаака Комнинова была Ирина, дочь Звенигородского и Перемышевского князя Володаря Ростиславовича. Справка. Перемышевская земля – одна из исторических земель Галецко-Волынского княжества, центр Червонной Руси. Примечательно, но именно с этого времени на гербе Перемышевской земли и появляется двуглавый орел. Как видим, благодаря опять династическому браку двуглавая птица и попала в Червонную Русь. Но вернемся к Византии. Одним из самых ранних изображений двуглавого орла в Византии является изображение императора Андроника II Палеолога 1301 года. Византийский император Андроник изображен здесь со всеми властными регалями, включая алый супидион с вытканным на нем золотыми двуглавыми орлами. Сегодня принято считать, что двуглавый орел был исключительно символом именно рода Палеолог. Но это не так. Дуглавый орел в первую очередь был символом именно византийских патриархов, а уже во вторую очередь символом рода Палеологов. Хотя одно без другого немыслимо. Так или иначе, в византийской православной церкви двуглавый орел прижился. Христиане наполнили его собственным содержанием. Для них он стал символизировать двойственную, божественную и человеческую природу Иисуса Христа. Двуглавый орел и поныне является официальным символом константинопольской, кирпской, александрийской, элладской и сербской православных церквей. Для примера давайте взглянем на старинный православный храм Собора Святого Георгия или Патриарший храм Святого Георгия в современном Стамбуле. Это православный кафедральный собор во имя великомучеников Георгия Победоносца. С 1601 года резиденция патриарха Константинопольского. Как видим, двуглавый орел на фасаде здания. Во внутреннем зале Собора Святого Георгия мы опять видим двуглавого орла. А теперь рассмотрим старинную турецкую православную церковь. Как видим, там тоже есть двуглавый орел. На росписи в турецкой церкви у одного из святых отцов на груди знак двуглавого орла. Идем далее. Церковь Богоматери и церковь Марии Монгольской. Единственная сохранившаяся с византийских времен церковь Стамбула, которая никогда не служила мечетью и в которой всегда совершалась божественная литургия. Видим дверь в церковь Марии Монгольской с гербом двуглавого орла. История Марии Монгольской тесно связана с историей Золотой Орды, поэтому ее историю я более подробно расскажу в ордынской версии происхождения двуглавого орла. А теперь я бы затронул одну из самых интересных историй прихода двуглавого орла на Русь из средневекового государства Феодора. Что мы знаем о первых правителях и истории княжества Феодора? Оно же Монгубское княжество или Крымское готия XIII века. К сожалению, очень мало. Если коротко, то княжество Феодора в Крыму, по сути, это последний осколок Великой Византийской империи. Первое достоверное свидетельство о самом Монгубском княжестве относится к рубежу XIII-XIV веков. Русские летписи сообщают о состоявшемся около этого времени брака великого князя Суздальского Константина Васильевича и византийской княжны Анны Грековны, дочери Монгубского князя Василия. Очень важный момент в истории двуглавого орла – это государство Феодора. В 1399 году хан Золотой Орды Тимур Кутлук захватил государство Феодора, практически вылезал все христианское население с северного Прочерноморья Крыма. Турецкий историк Печеве писал, что когда в Крым пришли несметные войска Тимура, крымское государство, попранное копытами грабительского войска, сравнялось с землей, а вокруг бродили одинокие группы толпы татар, занимающиеся грабежом. В конце XIV века государству Феодора был нанесен смертельный удар. Его богатые города и крепости были разрушены. Жители угнав рабство, погибли или бежали в горы. Сами православные князья искали спасения в далекой Москве, где помнили их заслуги и организацию Куликовской битвы, и потому оказали самый радушный прием. Именно с событиями 1395-1397 годов связано появление в Москве князя Готия Стефана Васильевича Хофры, который покинул свои владения в Мангупе, получив от московского князя лучшие подворья в Кремле, отмеченные на старинных картах города. Но прошло всего несколько лет, и княжество снова вышло на историческую сцену. Обстоятельства нового возвышения Феодора остаются загадкой для историков. В 1399 году величественный город на Мангупском плато лежал в руинах, и его правители были вынуждены искать убежище в далекой Москве. А спустя всего лишь 12 лет, в 1411 году, могущественные генуэссы уже платили Феодоритам дань. Столь быстрое возрождение княжества связано с активной деятельностью Алексея, который парадословным русским князней Головяных приходился с сыном, выехавшим в Москву византийскому князю Стефану. Алексей был незурядным и талантливым правителем. Буквально за несколько лет ему удалось отстроить крепость на Мангупе, вернуть под свой контроль горные области Готии и бросить вызов генуэсской империи Газарии. Можно только догадываться, каких колоссальных усилий все это потребовало. Строительная деятельность при Алексее достигла колоссальных размеров. Сохранилось несколько надписей с его моноскриптами, одну из них удалось полностью расшифровать. Построен храм сей с благословенную крепостью, которая ныне зрится во дни господина Алексея, владителя города Феодора и Поморья. Что касается Византии, то вряд ли она могла оказать серьезную помощь Феодоритам. Константинополь в это время уже был в кольце турецких владений, а император Мануил II Плелок признал себя вассалом турецкого султана. Резкий взлет княжества Феодора или Крымской Готии на международной арене серьезно обеспокоил генуэсов. Впервые с 1411 года генуэссы ежегодно начали выплачивать 1400 аспоров в качестве дания за обладание приморскими городами не византийским императором, а маленькому княжеству Феодора в Крыму. Сумма может быть и не очень большая, но сам факт заставляет задуматься. Маленькое православное государство в Крыму, поддерживаемое Османской империей, диктует условия торговли на всем Причерноморском побережье. Когда в 1422 году богатые и мощные генуэсские города решили отказаться платить дань и объявили войну, княжество Феодора даже без помощи турок самостоятельно подавило восстание. В период между 1424 и 1433 годами Алексей I, правитель княжества Феодора, называет себя владетелем Феодора и всего Приморья, прямо отражая в своем титуле претензии на все северное побережье Черного моря. На плите со строительной надписью 1425 года впервые выбит двуглавый полиоговский орел, что позволяет нам сделать вывод о заключении династического союза с последними полиологами. То есть Алексей I в 1425 году впервые предъявляет миру свой герб двуглавого орла, причем официально. Умный и феодорский князь в это время заключает выгодный и дальновидный союз с крымским ханом Хаджи-Гиреем. Хаджи-Гирей был одним из самых талантливых государственных деятелей своего времени. Воспитание он получил в Великом княжестве Литовском, которое выдвинуло его в Крым в противовес Большой Орде. Воспитанный на христианской вере, он всю жизнь защищал христиан в Крыму и положил начало традиции, по которой крымские ханны поддержали православную церковь. Союз государства Феодора и крымского ханства, основанный на политическом и торговом противостоянии генуэзцам, оказался на редкость длительным и просуществовал вплоть до смерти самого Хаджи-Гирея. В Крым опять стал истекаться со всех уголков православное население. В 1453 году османы взяли штурмом Константинополь. Султан Эхмед II триумфально въехал в древнюю столицу римских императоров и перенес туда свою резиденцию. В Константинополе сменилась власть. Воспользовавшись этим, генуэзцы начали жаловаться турецкому султану на православное княжество Феодора. В письме, отправленном в августе 1455 году, генуэзцы пишут, что феодореты ведут себя враждебно. Мы ожидаем времени и не сомневаемся, что они нанесут должное наказание за свою неблагодарность и заносчивость. Они хвастают, что пока жив их отец и владыка, хан татарский, они никого не боятся, из чего можно уразуметь, какие их намерения. Неудивительно, политический союз феодорских православных правителей с татарами был скреплен брачными узами, как ни странно звучит, но именно при якобы мусульманском, но скорее всего христианском хане Хаджи Гирея в Северном Причерноморье и особенно в Крыму стремительно возрождается православие и массово строятся православные храмы. Тем временем Европа решает организовать последний и решительный крестовый поход против османов. Банкиры банки Святого Георгия настойчиво советуют европейским монархам в войне с мусульманами опереться на друга христиан, крымского хана Хаджи Гирея. В 1466 году Крым посетили папские послы, которые встретились с Хаджи Гиреем по вопросу об организации крестового похода против мусульман. Удивительные факты. В этой ситуации для упрочнения своей внутренней и внешней политики, чтобы подчеркнуть свою преемственность от Византии, правители Феодора приняли пышную атрибутику и титулаторы ромейских василепсов. В символике княжества и монограммах деспотов этого периода встречается знаменитая буква. Традиционное сокращение для слова «басилевс». На гербе правителей Феодора появляется двуглавый орел и императорская корона, а это 1459 год. В государство Феодора, последнее византийское прибежище, бежало множество монахов из духовных центров Малайзии и Балкан, а также иммигранты из Константинополя, включая представителей императорской династии палеологов, большинство из которых позже оказались в Московском княжестве. В планах нового крестового похода против турок крымской готе отводилась весьма значительная роль, и в случае его успеха господа из Феодора вполне могли претендовать на императорский титул и восстановление Византийской империи. То есть, именно государство Феодора и должна была стать так называемым Третьим Римом. В 1461 году грозный турецкий султан Мехмед Фатих начал военные действия против Трапезунда. За несколько недель сопротивление понтийцев было сломлено. Император Давид Великий Комнин лично прибыл в ставку султана, завершив процесс собственного низложения. После гибели Константина, последнего басилевса из династии константинопольских палеологов, Трапезунский император Давид Великий Комнин оставался последним живым символом христианской государственности. Как видно, задуманный в тайне поход должен был по мыслим Мехмеда II поставить точку в истории Византии, Вселенская империя, чья легитимность в миру была неоспоримой. 1 ноября 1461 года в Константинополе Давид Комнин был казнен. Вместе с ним казнены 6 его сыновей и племянник Алексей. Их тела было запрещено предавать земле. Тогда жена казненного василевса Давида Мария из Готи собесноручно вырыла для них могилу. На нее наложили огромный штраф в 15 тысяч дукатов. После этой трагедии императрица покинула царские палаты и прожила остатки жизни в нищете, в соломенной хижине. Ее единственная дочь Анна Комин была отдана в гарем султану. Получается, правители государства Феодора в 15 веке остались, по сути, последними ближайшими родственниками казненного легитимного византийского императора Давида Комнина, правящего в Трапезунде. Поэтому правители Феодора и изображали в храмах свое царское происхождение. Посетивший Крымское ханство во второй половине 16-го, польский посол Мартин Броневский писал, что стены храмов украшены изображениями, ликами власти тех царей и цариц, от крови которых они происходили, то есть двуглавыми орлами. Некоторые исследователи полагают, что после падения Константинополя они приняли императорский титул. С падением Константинополя в 1453 году византийская государство еще не прекратила свое существование. В течение следующих 22 лет ее легитимным представителем были Трапезунская империя Великих Комнинов, а позже государство Феодора в Крымской Готии, чьи правители, будучи родственниками Комнинов и полеологов, приняли титул автократа. Гибель государства Феодора в 1475 году была одновременно концом всего византийского мира. Союз с далекой Москвой также не принес Феодорам существенных политических выгод. В Москве в это время находились племянник Исаака Константин, впоследствии святой Кассиан, ходивший в свиту Софи Плелок, и потомки князя Стефана Хофрины Головины, бывшие в то время великокняжескими казначеями, то есть министрами финансов. Видимо, кто-то из них предложил московскому князю Иоанну III женить старшего сына и соправителя Иоанна Иоанновича на мангубской княжне Елене, дочери Исаака. В жилах ее текла тоже кровь знатно греческих родов и императоров. В марте 1474 года мангуб посетило посольство во главе с Никитой Беклемишевым, который сватал дочь Исаака Зеана Иоанновича младшего. Но браку не суждено было состояться, когда в 1475 году в Крым прибыло посольство Алексея Старкова, которое должно было и договориться о преданном. Мангуб уже находился в турецкой осаде. Иоанн младший был сыном Иоанна III от первого брака с княгиней Тверской Марии. Великий князь, женившись на племяннице последнего императора Константинополя Константина VII хотел, чтобы его преемники вели свой род от византийских василевцев. В этих обстоятельствах женить бы на представительнице византийской аристократии, и пусть номинально, но императорской фамилии давала потомкам Иоанна младшего право называть себя преемниками императоров. Интересный момент. В 1472 году московский князь Иван III женился на Софье Полеволок. В 1475 году было уничтожено государство Феодора. А в 1497 году Двуглавый Орел и появился на гербе Московии. Многие историки до сих пор не могут понять, почему Двуглавый Орел появился на московском гербе только через 20 лет после брака великого князя с византийской царевной. Чего ждал московский царь Иван III так долго? А ларчик-то просто открывался. Московский царь Иван III просто не мог присвоить себе герб с орлом, так как еще существовало государство Феодора. Со своими правителями, законными наследниками Византийской империи, то есть законными представителями Двуглавого Орла. И лишь с падением этого государства, то есть последнего плота Византийской империи, путь к присвоению Двуглавого Орла был окончательно открыт. К тому же уже с начала XV века Москва стала одним из крупных центров иммиграции для православных византийцев и захваченных турками регионов империи. К концу столетия в русской столице можно было встретить представителей множества аристократических греческих фамилий. Теперь вам, наверное, понятно, как Двуглавый Орел превратился из фамильного символа в государственную символику целого государства. То есть делаем вывод, что появление Двуглавого Орла на российском гербе связан только с византийской историей и никакой более. Обязательно посмотрите все части, и западную, и золотоордынскую, иначе картина будет неполной и вопросы останутся. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока.